Привет, YouTube! Привет, сообщество! Сегодня у нас на канале Заточка. Точить мы сегодня будем 801-ю Зину. Со сталью М390 точить мы сегодня будем венёвскими алмазами в виде, собственно, абразивов и в виде притиров с пастой. Я думаю, формат сердца сошёл, ну, скажем так, не очень. То есть какие-то вещи необходимо пояснять, какие-то вещи необходимо акцентировать, на что-то, на чём-то нужно упирать. А вот сам процесс, когда ты чисто возюкаешь, его, в общем-то, в целом можно пропускать, потому что особенного смысла в этом нет. Собственно говоря, работает профиль. Угол я уже выставил. Это будет 36 полных с выходом на 36 полных. Заточка на тест. Работать будет, как обычно работает, 6 абразивов. То есть первый формовочный он не считается, по большому счёту. Здесь, по сути, даже их будет 5. Это сотка, сотки здесь 2. Это полтенник, двадцатка, 7 и 3. То есть, в принципе, будет ещё возможность воткнуть какой-то абразив, если мне в процессе что-то не понравится. Ну, давайте, собственно говоря, приступать. Я вот здесь таймер включу, и мы поглядим, как оно, собственно, пойдёт. С чего начнём? Начнём мы с того, что мы будем работать формовочным, так называемым, абразивом. Что это значит? Так как, грубо говоря, алмазы, эльборы и прочее, ну, и алмазы в том числе, это довольно-таки дорогой абразив, то, скажем так, уменьшать ему жизненный цикл совершенно не хочется. Когда идёт первичное формирование, когда ты точно знаешь, что ты будешь работать не по подводу, а по ребру, например, и уж тем более по каким-то таким моментам, которые требуют дополнительной обработки, мы будем когда-то честь спайдерка милитари, я надеюсь, этот момент показать более детально. Вот когда выступают такие моменты первично, я всегда стараюсь, всегда стараюсь работать именно абразивом на металлической связке. В данном случае это медно-оловянная связка, по-моему, это эльбор, хотя, может быть, это и не так, этому абразиву больше лет, чем не знаю кому. Он уже лысый, по нему это, в общем-то, неплохо видно, я не знаю, будет видно это на камеру или нет, но он и не служит для того, чтобы я, условно говоря, скажем так, много что-то снял. Мне нужно задать некую плоскость и по этой плоскости уже работать более серьезным абразивом, более дорогим. Тем самым, как бы понимаем, да, давление, разрушаемость абразива, он все-таки обновляемый. Чем ниже давление, тем, соответственно, абразиву легче. Вот именно для этих целей все это существует. Я постараюсь не забыть в середине этого процесса, для вас, я надеюсь, это будет не относительно недлинным роликом, а вот для меня это будет, скорее всего, очень длинный материал. Мне даже интересно, сколько это все займет, поэтому, собственно, я включил таймер. Я постараюсь показать вам, в чем смысл, о чем я хотел сказать, когда говорил о работе с маркером. Потому что маркер очень часто люди воспринимают не то, чтобы неправильно, не до конца точно. Ну, давайте, собственно говоря, начнем. По моему опыту, зеро-толерансы последних, скажем так, версий, не самых ранних, обычно сведены в районе 0.6-0.8. То есть, сведения у них вполне в рамках стандартного сейчас. И обычно заточены они в горизонте 44-52 градуса. Иногда бывает 40, ниже 40 я практически не встречал, но, тем не менее. Собственно говоря, давайте попробуем посмотреть. Сейчас вот стоит 36, и по моему пониманию должно быть, должна начать формироваться шейка. Собственно говоря. Сейчас посмотрим. Вот сейчас мы сделали, скажем так, некий первичный проход. Просто сняли маркер, чуть-чуть сняли металл. И сейчас я вам попробую показать, что я имею в виду, когда очень часто в Инстаграме и вообще в обиходе, в принципе, очень часто упоминаю о том, что, в общем-то, современные ножи, они, мягко говоря, ровностью не поражают. Сейчас я попробую показать, что я конкретно имею в виду. Вот постарайтесь, пожалуйста, сейчас посмотреть, то есть как это выглядит, как снимается металл. То есть местами, да, все, в общем-то, неплохо, но местами это выглядит, мягко говоря, не очень приятно. То есть здесь не нужно даже каких-то дополнительных оптических ухищрений, чтобы понять, что здесь, ну скажем так, мягко говоря, достаточно серьезные вопросы. И решать это нужно долго, решать это нужно упорно. И здесь начинается, здесь начинается крайне такая неприятная, скажем так, компонента, на которую стоит обратить внимание. По крайней мере, если вы новичок особенно, да, то вот есть, скажем так, у Веневских алмазов 200 на 160 камень. Камень крайне производительный, очень производительный. Но за счет того, что у него очень серьезного размера абразивное зерно, работать с ним нужно мало того, что аккуратно. Помимо этого, с определенного уровня давлением. На определенном уровне давлении, то есть на поглаживании, скажем так, что я обычно делаю. Этот абразив начинает работать значительно менее эффективно. Этот абразив я на первом этапе трогать точно рекомендую, не рекомендую. Хотя, конечно, когда вы видите такое, удержаться от этого достаточно сложно. На первом этапе я рекомендую работать аккуратно. Работать все-таки, начиная с более-менее приемлемых зерен. Если по ФЕПу, это будет, наверное, 220-320. На 150, на 120, уж тем более ниже 120, опускаться нужно, обладая крайней уверенностью. Потому что очень мощный абразив, он очень быстро из клинка сделает месиво, которое потом очень тяжело будет исправить. Итак, собственно, мы закончили с стами кронами. Сформировали худо-бедный подводик. Я, честно говоря, точно так же, как и вы, задаюсь вопросом, как так получается у них такое творение. Я думаю, вы все это видели. Если не видели, отмотайте чуть назад, там будет конкретно видно, что происходит с подводом у ЗТ на заводе, условно говоря. Я, друзья, внизу постараюсь оставить ссылочку, если у меня получится. Я не обещаю, я постараюсь, потому что я видел этот микроролик, где показывают профессиональную заточку на заводе вот этих вот. То есть, там все станет ясно, почему оно именно вот такое и так далее, и так далее, и так далее. Собственно говоря, хотел, пока точил, вспомнил два момента, хотел о них остановиться. Ну, по поводу маркера сейчас поговорим. Да, первый момент. Зачастую, как бы, мне, ну, люди тоже спрашивают, я в комментариях вижу, что зачем вот городили такую парковочную систему, как вот сейчас она у профиля есть, когда можно было сделать, на самом деле, крючок. Крючок действительно можно было сделать, крючок удобнее, крючок понятный, и на старых профилях, насколько я понимаю, крючок именно и продается. То есть, как бы, можно докупить, чтобы была парковка. Так вот, вот эта штука, я думаю, я уже показал, в чем смысл. Да, то есть, это местами бывает, ну, мягко говоря, удобно. То есть, я, как бы, имею с чем сравнить, и поэтому, когда у тебя крючок, и вот так, ну, хоп, то есть, в принципе, ты к этому привыкаешь, проблем с этим нет. Но, когда есть вот так, и ты, как бы, можешь убрать туда, туда, туда и так далее, то есть, это удобно. Ну, да ладно, парковки, бог с ней, я не знаю, что я на ней зациклился. Давайте попробуем, я объясню на тему маркера. Начну немножко сдалека. Как вы знаете, в Советском Союзе, и сейчас, насколько я знаю, тоже, но, по-моему, сейчас это не настолько распространено, но в Советском Союзе было так. Я могу ошибаться, но, по-моему, было так. Условно говоря, были нормы точности станков нормальной, по-моему, это буква Н, буква П повышенный, буква В высокоточный, буква А особо высокоточный. По-моему, было так. И, соответственно, понятно, что делать, условно говоря, запчасти для ракет нужно делать на станках определенной категории. А вот лопаты делать, ну, как бы на станках особо высокоточных, наверное, не имеет никакого смысла. Это к чему веду? Я веду к тому, что если вы считаете, что какая-либо из заточных систем может попадать в подвод, то вы оптимист. Потому что, по большому счету, найти систему ЧПУ, которая будет стабильно попадать в две сотки, в две сотки, это 20 микрон, это, в общем, уже неплохо. Я могу ошибаться, но вроде бы оно так. Понимаете, а там стоимость оборудования, стоимость оснастки, стоимость там всяких там приспособств для проверивания вот этого всего выстраивания и так далее, это она просто запредельная. Ну, чего, собственно говоря, о ЧПУ говорить? Можно просто банально погуглить токарные часовые станки, где одна механика и больше ничего нет. Вообще больше ничего нет. То есть, там двигатель, все надо покупать. Там чисто механика. Вот это стоит просто тысячи и тысячи евро. И как бы вот там, как бы да, да, там идет борьба за сотки. Я подчеркиваю. Сотка – это 10 микрон. Здесь мы работаем, условно говоря, то есть, 800 барайт – это, по-моему, 7 микрон, 1203. То есть, понимаете, на каком уровне мы работаем? Поэтому правильно контролировать, попадаете вы в подвод, условно говоря, или не попадаете, а если быть совсем точным, насколько вы перепопадаете, скажем так, это очень важно. Так вот, о чем, собственно говоря, речь? Когда мы, грубо говоря, сделали маркерную отметку, она достаточно у нас жирная и так далее. Что нужно делать? Что нужно делать? Нужно, грубо говоря, взять абразив. И вот, что нужно делать? Сейчас я попробую это показать. Не знаю, насколько получится это продемонстрировать, но я, по крайней мере, это словами объяснил. Далее делается вот такое движение. То есть, вот у вас движение, допустим. И надо сделать вот такое движение. Я сейчас попробую показать. То есть, предельно понятно видно, что абразив снимается по всей площади, как долго. Что люди делают зачастую? Ну, первое, это вот такое движение. Вось, вы работаете вот таким движением. И, соответственно, именно в его механике должно быть. Второе, что люди делают, это вот это. Как я уже сказал, у вас в системе есть люфт. Вот какой бы она ни была, сколько бы денег она ни стоила. У меня есть система и не за 5 рублей, условно говоря, и не за 2. Как какой бы она ни была, там будет люфт. Он будет в любом случае. Он будет хотя бы, хотя бы за счет прогиба вот этой всей конструкции. Он будет хотя бы за счет того, что сам клинок будет гнуться, если мы говорим о кухонниках. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, это будет в любом случае. И когда вы вот это делаете, условно говоря, вы банально давлением снимаете маркер. Во-первых, давлением, а во-вторых, сожем. То есть, вы его смываете как бы напором, условно говоря. Мы здесь говорим о попаданиях, ну, условно говоря, в микрон. Поэтому в своей методике, которую я вам до этого давал, проступенчатую заточку. Вот там эти моменты, за счет подъема углов, достаточно существенных подъемов углов, эти моменты снивелированы полностью. Однако, почему я сейчас об этом говорю подробно? Потому что нам хочется, чтобы нож, помимо всего прочего, был еще и красивым. И в идеале, если ты, как бы, ну, такой аккуратист, такой усердный хоббист, скажем так, то ты на каждом конкретном ноже можешь подобрать конкретные подъемы угла, чтобы ты четко поднимал подвод, как тебе нужно, и при этом не создавал ярко выраженной видимой ступеньки. То есть, тогда будет и эстетика на очень неплохом уровне, и, соответственно, условно говоря, резательная компонента будет на очень неплохом уровне. В тестах я это не делаю, друзья. В тестах я работаю, условно, в подвод, с небольшим подъемом, микроподъемом. Но этот подъем, он исключительно такой. Если у железки будет не очень все хорошо с термичкой, это будет видно сразу на тесте. Ярчайший пример – это кершу термит. То есть, это, как бы, сталька должна была отработать лучше, но не отработала именно поэтому. На тесты я всегда все ножи затачиваю, условно говоря, в эстетику, потому что мы живем, друзья, в реальном мире. Все эти ножи имеют хозяев. У всех есть какие-то, ну, скажем так, свои предпочтения и так далее. То есть, люди не против дать их на тест, но они вовсе не горят желанием получить чертичо на выходе. И моя, соответственно, как бы, моя задача найти некий компромисс между тем, что я проверяю нож и между тем, что я все-таки отдаю человеку более-менее эстетичное изделие. Это надо четко понимать. Естественно, естественно, как бы, это не самый лучший выбор, но это нормальный выбор. Это вполне разумный выбор. Вот примерно такую кромку мы с вами, друзья, видим после 50 микрон. Мы сейчас будем переходить на абразив 20 на 14. В целом, в целом, еще раз говорю, в целом, качество подвода, оно более-менее приемлемое, более-менее. Однако, ширина подвода, я думаю, вы прекрасно видите, ширина подвода довольно сильно выросла, и это, в общем-то, нормально. Поэтому, когда, условно говоря, вы слышите тонкое сведение, всегда держите в голове, что вполне вероятно, речь идет о визуально тонком подводе, а не о тонком сведении. И сведение все-таки всегда необходимо мерить именно на целевом угле. По-другому этот процесс происходит, ну, скажем так, так себе. Что, собственно говоря, хотелось еще высказать? Сейчас я попробую поставить точку и показать, насколько это будет реально. Вот эту зону, вот здесь, где у нас, собственно, где отметка маркером стоит, я думаю, будет понятно. Вот эта зона, которая отмечена маркером, ну, естественно, на подводе, вот такой переход, да? Сейчас вы, как бы, не видите здесь ничего такого, прямо, ну, скажем так, бросающегося в глаза. Однако, когда мы начнем подниматься, скажем так, выше, когда мы будем уходить на 7 микрон, на 3 микрона, то там вот эта зона начнет, скажем так, протачиваться не так равномерно, как весь остальной подвод. Имеет ли смысл с этим бороться? Имеет ли смысл как бы прилагать дополнительные усилия, чтобы этот момент убрать? Ну, если вам очень хочется, и если вы в себе уверены, то да, проблема в том, что для этого вам придется, скорее всего, делать так называемую формовку грани бруска. То есть, условно говоря, у любого бруска есть грань. И эту грань, с одной стороны, нужно будет приводить в ум, скажем так. Причем именно желательно с одной стороны. При перевороте вам брусочек нужно будет повернуть. Это добавит проблем. Что еще важно? За счет того, что имеется вот такой переход, этот переход, кстати, касается очень большого количества ножей. Не только ножей, у которых нет чойла. Когда нет чойла, зачастую люди считают это серьезным недостатком. Дескать, вот зачем вот так делать клинок? На самом деле, я отвечу зачем. Чойл – это зачастую тот элемент в клинке, который цепляется за материал. Это раз. Два. Чойл очень часто делается номинально. То есть, он как бы есть, а как бы толку от него ноль. Ярчайший пример, самый, наверное, ярчайший пример – это T-Light. Калстил. Вообще, у Калстила много такого. Но и есть более неприятные примеры. Их много. О них мы будем, наверное, говорить в свое время, когда мы будем подобное затачивать. Когда чойла нет, да, эстетически это обработать довольно сложно. Но, скажем так, плюшки, а именно отсутствие цепляющихся кай моментов, они тоже присутствуют. И вот нужно ли это обрабатывать? Прямо вот идеально. Ну, в идеале, конечно, неплохо было бы. Но проблема в том, что зачастую, за счет, если мы прикидываем, предполагаем, что подвод у нас примерно идет вот так, то на таком выходе он будет вот так подниматься. Когда абразив будет идти в этом месте, вот примерно вот в этом месте, вот в этом месте, абразив начнет, скажем так, вот так изгибаться. За счет этого будет большая проточка вот в этой зоне, условно говоря, в зоне чуть дальше чойла, и меньшая проточка в зоне чуть ближе к чойлу. Каким образом это устраняется? Устраняется это зачастую тонкими абразивами. Но проблема в том, что тонкий абразив при том же самом давлении создает, при том же самой интенсивности работы, создает большее давление. И вы, ну, можете натворить дел, грубо говоря, спровоцировать рекурую или еще что-то. То есть теоретически, да, все это убирать имеет смысл. Но проблема в том, что, если вообще все подытожить, одно из ключевых правил шлифовки при заточке вам выдержать не получится, а именно 90% перекрест от зерна к зерну. Это просто сделать физически будет очень тяжело. И именно поэтому вывести все у вас не получится никак. И поэтому сверхзаморачиваться на этом моменте, а подчеркну, в таких конфигурациях клинков именно этот момент он практически не принимает участия в работе. В этом просто нет смысла. Экономически это не оправдано. Но с точки зрения эстетики, если еще раз говорю, вы аккуратисты, упоротые, такой упертые по-хорошему хаббис, то попробуйте это в принципе, но эстетически это хорошо, естественно. Это, наверное, вот этот момент конкретно касательно 801 Зины, который я хотел сейчас обсудить. После 20 микрон уже довольно неплохо видно, как прорабатывается подвод, скажем так, в зоне, о которой я говорил, в зоне выхода на рекаса. Видно, что прорабатывается он не настолько равномерно, как хотелось бы. И для равномерного прорабатывания все-таки неплохо бы иметь, скажем так, сформированный под именно под этот угол абразив. Проблема в том, что подобных, скажем так, выходов будет ровно столько, сколько существует ножей. И под каждый сформировать будет довольно тяжело. Желание работать, скажем так, неким круглым абразивом, который всегда будет подходить, оно до первой рекурды. А вот на круглом абразиве, то бишь, например, на мусаке, это появится однозначно. Иногда это необходимо, но, как я еще раз говорил, как я уже говорил, простите, заговариваюсь, час сорок восемь в данный момент идет работа, это не нужно, это экономически не оправдано. Но теперь, собственно говоря, мы переходим на притир. В данный момент это деревянный притир, то есть дерево на алюминиевом бланке. И здесь паста Веневского алмазного завода 7х5. Собственно говоря, работа на нем ничем не отличается от работы на стропе, на любого рода. То есть это примерно вот так будет выглядеть. Вот так вот. Аккуратно, спокойно, нежно, без каких-либо, собственно говоря, лишних движений, ничего особенного. Уже видно, что металл достаточно активно снимается. Единственное, что могу сказать сразу, что это длительный процесс. Это на самом деле очень длительный процесс, и торопиться куда-то, бежать здесь не нужно. Вот, собственно, после 7 микрон, вот так это выглядит. То есть визуально, если, условно говоря, сделать вот так, то это начинает уже быть похожим на так называемое зеркало. Но если копнуть туда подлудже, то, естественно, ни о каком серьезном зеркале речи не идет. Совершенно не то время, совершенно не то, условно говоря, потраченные ресурсы и так далее. Плюс неплохо видно, как бы, крупную риску, которая остается. Собственно говоря, по моему опыту, на металлах подобного уровня нет особой разницы. Условно говоря, перейдешь ты на... Оставишь ли ты переход более плавным 7 микрон на 7 микрон, то есть, условно говоря, камень притер. Но, в принципе, это, естественно, лучше делать. Здесь я это сделал лишь с той позиции, что я знаю, что я чуть-чуть поднимаю на 20 и на 7, тем самым, субкомпенсируя эту риску перед тестом. Но, главным образом, с целью демонстрации вам, что заполировать, в принципе, вы можете все, что угодно. Но вот, когда эти риски крупные остаются на кромке, это про работу в подвод без ступеньки, сам по себе генез, сам по себе, скажем так, сами по себе причины, сколов, причины заминов и так далее, повреждения ревещей кромки, это вообще отдельный разговор, совершенно отдельный. Но здесь нужно четко понимать, что вот это нужно убирать именно на запрограммированном уровне, то есть на уровне технологии заточки. Ну и отдельно хочется, я думаю, это видно, показать. Мне всегда это очень понятно, что, в общем, ничего такого в этом нет, но всегда прикольно, с какой интенсивностью деревяха жрет М390. Понятное дело, что это не совсем деревяха, это алмаз делает, но тем не менее. Ну вот, собственно говоря, это работа деревянного притира. Я именно на них, на них и алмазы хотел сакцентировать, собственно говоря, сегодняшний материал. Дальше мы будем, наверное, работать тоже алмазами, но уже через камни. Вообще, про алмазы, как бы, очень много всякого говорят. Давайте я попробую тезисно немножко сказать, потому что, ну, вы знаете, порой хочется, как бы, ворваться и закричать, остановитесь, то есть, ну, так-так не делается. То есть, как бы, доводы, то есть, выводы, какие люди делают по работе, алмазов и так далее, и так далее, и так далее. Каюсь я и сам, свое время, довольно много времени тому назад, 5-4 года, тоже, когда глубоко не вникал этот процесс, тоже воспринимал ситуацию с алмазами неоднозначно. Какие тут есть нюансы? Нюанс номер один. Сразу отвечу на вопрос, а можно ли, условно, точить алюминиевые ложки на алмазах? Да, можно, проблем с этим нет. То есть, условно говоря, сейчас вот это М390, но если это АУС-4, имеет ли смысл, можно ли так работать? Да, друзья, можно, проблем, опять же, с этим нет. В чем нюанс? Нюанс номер один. Алмазный абразив, это дорогой абразив. И когда мы говорим о заточку, условно говоря, домашнюю, и уж тем более профессиональную, когда мы ставим все-таки целью заработать деньги, то это неприемлемый расход получается. Просто, ну, экономически неоправданно. А для дома, опять же, очень большое количество людей воспринимает заточку, ну, как сиюминутное некое увлечение. А воспринимать надо все-таки в горизонте 10, 20, 30 лет, и за это время сколько будет ножей, сколько ножей нужно будет заточить, какой будет расход, все-таки как бы алмазы, это дорогой, высококачественный и очень мощный инструментарий, который неплохо бы использовать на, скажем так, серьезном железе. Сейчас ситуация складывается таким образом, что серьезное железо вошло в обиход очень-очень плотно. То есть, я сейчас говорю не про засилие М390 на, условно говоря, складнях, да, разного пошиба. Я сейчас говорю о наличии, например, сто десятки у довольно большого количества кастомных ножеделов, которые делают кухонные ножи. И вот там, естественно, алмазы будут, что называется, очень интересными. Второй момент касательно алмазов, это, скажем так, возможно, откуда растет некое неприятие и непонимание. Это работа, с одной стороны, очень любимая людьми, с другой стороны, воспринимаемая достаточно сложно. Это работа на алмазах с металлической связкой. Это ДМТ, это их много. В том числе, по-моему, да большое достаточно количество производителей, я сейчас не буду углубляться, на любом виде металлической связки, в том числе гальваника и так далее. В чем здесь проблема? Если вы копнете в технические условия изготовления алмазных брусков, то вы очень быстро увидите, особенно, когда это касается какого-то серьезного производства, то вы очень быстро увидите, что зачастую плоскостность лежит в горизонтах две десятки, пять десяток миллиметра. Естественно, это, в общем, в принципе, нормально на 100 микронах-то. Какая разница? Ничего особенно плохого в этом нет. Можно жить. А если это 3 микрона и там перепад плоскостности в полмиллиметра, если кто-то считает, что условно у них там высококачественные, а у нас тут барахло какое-то, то я вот эти розовые мечтания рекомендую в коробочку убрать и засунуть в дальний ящик, потому что технические условия, то есть, скажем так, нормативы, описывающие ФЕПа и нормативы, описывающие ГОСТы, вы их почитаете, там ФЕПа, там все что угодно может быть, по большому счету. Естественно, есть производители, которые делают это получше, те, которые похуже, только проблема в том, вот это получше, похуже, вы это как будете выяснять опытным путем, это довольно серьезные деньги. В этом плане органика Веневского завода, обычные Веневские алмазы, то, что мы все воспринимаем как алмазы сейчас уже по умолчанию, по большому счету, они, естественно, имеют огромное преимущество, то есть, их можно довести до того состояния, какое тебе необходимо. И здесь начинается второй нюанс. Но вот об этом уже будем говорить совершенно в отдельном видео, я на этом сакцентирую внимание, когда мы будем говорить немного о других вещах, чтобы этот ролик не, условно говоря, не затягивать до ужаса, да и потом 2 часа 22 минуты сейчас идет работа, сейчас я переключаюсь на трешку, на ней я, наверное, буду работать минут 20-25, а потом мы закончим, наверное, покажу, что получается после трешки, ну и подведем какие-то выводы конкретно. Вот, собственно говоря, мы близимся к финалу. Опять же, я хочу сакцентировать, друзья мои, в очередной раз, что я стараюсь делать все быстрее, как только возможно. На то есть причина. Причина номер 1. Сейчас, час 36. Причина номер 2, а я на работе. Вот. Причина номер 2 это камера, а не аккумулятор такой нежный, что даже вот эти перебежки, включение-выключение и так далее, они, в общем-то, приносят вполне ощутимый такой результат, скажем так. Поэтому работу я, скажем так, не так, как хотелось бы. но, как говорил уже в нашей жизни, это, в общем, всем понятно, редко бывает так, чтобы все было хорошо у всех и всегда. Вот. Важен принцип. И вот именно принцип, я думаю, донес в полной мере. Ладненько. Опять же, довольно прекрасно деревяшка живет металл. М390. Всегда, никогда не перестанет меня это радовать, насколько круто деревяшка живет металл. То есть, это, в принципе, как бы, в общем-то, глупость, по идее. Но это глупости есть, потому что металл живет, естественно, алмаза, а деревяшка просто его держит. То есть, ну, скажем так, наверное, как бы так правильно сказать, такой, получился некий вид напильника, да, то есть, достаточно интересно. Но тем не менее, сейчас мы излишки пасты снимем. Вообще, еще раз говорю, про притиры будет отдельный материал. Там, в принципе, ничего сложного нет. И все то, что есть в интернете из учебников про притиры, это все абсолютно справедливо. Смысл в том, что касательно нашего дела, да, есть нюансы. Они небольшие, некритичные, но все-таки есть. И вот об этих нюансах мы, наверное, будем рассуждать. И повторюсь еще раз, друзья, если вы считаете, что вот есть некий финишный камень, который делает финиш, то его нет. Нет никаких финишных камней, ничего подобного нет и близко. То есть, все это у нас происходит исключительно полноценной работой. Ну, насколько это возможно. Давайте попробуем это дело посмотреть, как у нас это выглядит. Чем более зеркальная кромка, скажем так, тем сложнее поймать ее на прицел. Вот. То есть, здесь конкретно софит отсвечивает. Очень тяжело что-либо показать вменяемо, но, тем не менее, я думаю, видно. Собственно говоря, результат, он напрямую будет зависеть от времени, последовательности, аккуратности и так далее. Ну, и в целом, наверное, будет довольно тяжело как-то, вы знаете, я даже не знаю, ввести какой-то итог. В первую очередь, этим материалом я хотел, друзья, показать следующее. То есть, во-первых, не существует как такового финишного абразива. В нормальной заточной методике, когда вы прорабатываете полностью, весь процесс критически важен. Это первое. Второе. Непосредственно работа на финише, то есть, тонким зерном, она не отягощена покупкой каких-то сверхдорогих абразивов. Абсолютно. Имеет ли смысл вообще тратиться на, допустим, те же самые тонкие веневские алмазы и так далее? Но я постараюсь это объяснить в отдельном материале, но в целом, если очень кратко и подытожив, в чем, собственно, суть всего процесса. То есть, это же можно делать и по-другому. Сегодня я хотел все-таки чуть-чуть, чуть-чуть опуститься в эстетический компонент заточки. Потому что, по большому счету, да, как бы в реальном мире, покупая дорогой нож, человек хочет точно так же, чтобы изоточка у него красиво, хорошо выглядела. Под красотой понимается, на мой взгляд, следующее. Первое, это эстетическое соотношение ширины подвода и ширины клинка. Да, эстетическое соотношение, то есть, как бы ровность подводов некая. Ну и, естественно, максимально такой, ну не то, чтобы зеркальный, но гладкий, аккуратный финиш. То есть, так, чтобы это было эстетически красиво. И вот, когда мы этого копаем, то в какой-то момент именно резательные компоненты, особенно на современных ножах, которые сведены очень толсто, по сравнению с нормальными ножами любыми, в какой-то момент резательный компонент, он уходит на второй план, потому что, ну по большому счету, вот для такого сведения, для такого конструктива, для такой геометрии, такой толщины клинка, рабочий угол, скажем так, рабочий, это 50 градусов, то есть, там по большому счету, как-то сильно заморачиваться над тем, как это будет резать, бумажка будет резать, само собой, а вот как оно нормальные материалы будет резать, это по большому счету никакой роли не играет, то есть, это не надо никому, колбасу раздавят и так, проблем не будет, вот, яблоко и по-любому расколет во всех случаях, поэтому, как бы, какая разница, а вот эстетика уже важнее, поэтому здесь, именно в этом ключе, естественно, притиры выручают, очень сильно выручают, почему, потому что алмазные пасты, они стоят недорого, сколько я помню, у Виала в районе 150 или 170 рублей за 50-граммовую банку, ну, тонкие номера, естественно, вот, деревянный притир, там, бумага на стекле и так далее, и так далее, это, ну, по сути, из подручных материалов делается, то есть, это все недорого, это все реально, в чем же смысл камней, на мой взгляд, ну, пока, по крайней мере, я это вижу так, почему, потому что, говорю еще раз, притиры, это непочатый край работы, а особых, прям вот там, исследований на эту тему сильно не проведешь, потому что, дорого, то того, в тот момент, когда притиры начинают работать, ну, скажем так, до этого времени, там, проходит немеренное количество времени, вот сейчас 2 часа 53 минуты работы идет, да, это при том, что я ускорялся, это при том, что вы не видели ни разборку ножа, ни установку, ничего, то есть, ни вымеривания, ничего не было, то есть, на самом деле, все это дольше, и вот притиры работает, условно, последний час, и делать там эксперименты, если ты ошибся, ты 2 часа работы хоронишь, это довольно тяжело, но тем не менее, в эстетике, очень важный компонент, это так называемая грань, между подводом, и спуском, вот эта грань, в каком-то виде, она должна быть, она не должна быть размыта, я этот момент покажу отдельно, она не должна быть, условно говоря, убита, и так далее, и так далее, это частое явление, и когда это происходит, когда вот финиш спусков нарушен, и это видно, это убивает вообще все, то есть эстетика на этом, на ноже кончается, причем здесь, что важно, нож может быть исцарапан весь, он может быть рабочим, но грани останутся стремительными, резкими такими, прям вот звенящими, и это нож все равно остается красивым, каким бы шрамами он ни был покрыт, а когда это все замылено, это ужасно выглядит, и вот в этом гранеборстве, у камней, конечно, суровое преимущество, суровое, но опять же, дерево это не единственный материал, плетиры, еще латуни, еще чугун, но о чем-то из этом, мы еще будем говорить, в общем, я уже, наверное, потратил кучу вашего времени, ребят, результат вы увидели, собственно, как все это дело происходило, вы тоже видели, спасибо за просмотр, пока! пока!